С несправедливостью чиновников столкнулись жители 21-го дома по улице 7-й кирпичный посёлок. Жилое здание состоит из двух частей – стандартная двухэтажка и пристройка. Каждый из них находится в антисанитарных условиях. Большинство жильцов расселят уже в следующем году, а собственников комнат в одноэтажном строении буквально бросили на произвол судьбы. Выслушал людей кандидат в депутаты от КПРФ Игорь Козловский. Управляющая компания давно отказалась от обслуживания этого дома. Но люди всё ещё живут в аварийном строении. К неприятному соседству с грызунами и насекомыми жильцы так и не привыкли, как и к жуткому запаху нечистот, которые заполнили подвал. Несколько лет назад к дому пристроили одноэтажное здание. Его сдавали почте, СТО и магазину. Но ни одна затея так и не стала успешной. После было принято решение о переделке неудачной пристройки под жилое. Новосёлам с самого начала пришлось бороться с то и дело возникающими проблемами. Вот я купила уже для этого угла вот что. Потому что я устала. Они проведены? Я устала клеить обои. Вот я купила, заклею уже этот угол вот этими панелями. Потому что оно… А ещё какие-то есть у вас тут на повреждении? Ну, в туалете есть. Как у меня, видите сами, какой ребёнок. Конечно, переживаю. Мы, естественно… Зимой здесь вообще всё текёт вот так, вода текёт прямо. Конденсат или… Да, конденсат. Всё текёт. Высокая влажность и едкий запах серьёзно влияют на здоровье Светланы Нечипорук и её сына-инвалида. Усугубляется и так тяжёлая ситуация постоянными подтоплениями. Заливает нечистотами из неисправной канализации. У меня ребёнок имеет инвалидность. Вот так и живём. Моя, получается, вот угловая квартира. Вот эта. И зима. У нас всегда чернеет угол. Вот каждый год я делаю ремонт. То есть потолок с потолка капает конденсат. Постоянно. А окна текут. Их даже невозможно открыть зимой, потому что сразу лёд намерзает. То есть я каждый вечер бью их молоточком, чтобы отбить вот этот лёд, закрыть и как бы нормально. Утром у нас вот полный подоконник воды. Новость о скором расселении аварийного дома стала поводом для большой радости. Однако позже жильцы пристройки узнали – с получением новых квартир у них возникли проблемы. Номер у жилого дома и пристройки всегда был один – 21-й. Но в документы на одноэтажку каким-то образом закралась неизвестная прежде литера. Как так вышло, если мы один дом, у нас единый кадастровый номер, единая нумерация. Как так вышло? Она такая, ну, у вас там есть литера, документы не донесли. Мы начали искать документы. Нам сначала говорили, что документов нет у этих. Потом в итоге с четвёртого раза нам выдали дополнительный технический паспорт. Ударом ниже пояса стало и другое известие. Дата расселения жильцов сдвинулась на три года. Обращение к ответственным органам желаемого результата не принесло. Людей накормили традиционными отписками. В документах у меня написано, что до 27-го года нас должны были расселить. Сейчас мы заходим на сайт реформы ЖКХ, там уже 30-й год стоит, то есть уже передвинулась. А двухэтажку расселяют вот конец 23-го года. Им уже все документы выдали на руки на расселение. Нас не проинформировали, на собрание нас никто не вызывал, мы были не в курсе. «Все устали от того, что действительно мы не можем добиться правды. То мы жилое, то мы нежилое, то аварийное, то неаварийное. Вериться в то, что такое не может произойти, ну, сами представьте, допустим, снести тот дом и оставить пристройку, которая питается там коммуникациями и так далее». Присвоенное двум частям литера не означает, что эти самые части – два разных здания, говорит кандидат в депутаты Омского городского совета Игорь Козловский. По словам коммуниста, лишняя буква в документах на жилое строение послужила сомнительным поводом для ответственных лиц отсрочить неизбежное расселение людей. «Возможность, чтобы оправдать свои какие-то непрофессиональные потом действия со стороны должностных лиц, которые обязаны расселить весь адрес. То есть дом находится на одной территории, то есть принадлежит она дому, да, одни общие системы коммуникации, то есть и один адрес. Вот эти все литеры Е, Е1, Б, С – это чисто технические, ну, технические литеры для того, для обслуживания и, может быть, возможным, какого-то для перестройки. Поэтому они и были применены в процессе перестройки. Сейчас люди живут на одной территории». В поисках справедливости жители дома надеются на силу огласки и помощь активиста Коммунистической партии Российской Федерации. Юрист Игорь Козловский поможет в оценке действий администрации, окажет сопровождение в дальнейшем оформлении документов и не даст проблеме брошенных властями людей уйти в неизвестность. И двухэтажка, и пристроенная к ней часть уже давно перешли опасную грань аварийности. Без сомнений, дальнейшее проживание в таких условиях крайне опасно.